Всем доброго вечера! Сейчас давайте начнём наш стрим. Стрим посвящён командной разработке и использованию таких средств, как Git. В частности, мы попробуем выкладывать на GitHub наши исходники, а также работать с профессиональным инструментом Microsoft Visual Studio Team Services. Который предназначен для командной работы. Ну что ж, так, давайте начнём. Итак, у нас есть, допустим, уже какие-то папки с исходниками. Так. Visual Studio 2015, проекты. В первую очередь, с чего необходимо начать, это с того, что для того, чтобы работать с Git-ом, с системой контроля версии Git через Windows вам необходим Git Bash. Если вы хотите работать с консоли, например, можно скачать с официального сайта git-stm.com. После чего у вас появится возможность работы с консоли с Git. Далее. Также необходимым условием является наличие у вас учётной записи на GitHub и предварительно созданного репозитория. Для этого нажимаем на плюсик «Новый репозиторий». И создаём репозиторий. Начинаем с того, что нам необходимо проинициализировать репозиторий в текущей папке с исходным кодом, откуда мы собираемся пушить. Далее. Мы при помощи команды git-status можем отследить, находятся ли в отслеживаемых текущие файлы исходного кода. Красно выделены, значит, не находятся в отслеживаемых. Мы можем добавить в отслеживаемые при помощи команды git-add. И проверить ещё раз git-status. Теперь они находятся в отслеживаемых. Далее. Зафиксируем изменения. Будет первый commit, поэтому назову просто first. После чего. Вам необходимо указать удалённый репозиторий. И непосредственно произвести пуш. Так, от меня требуется ввести логин. И пароль. Так, пуш произведён. Давайте обновим это окно. И файл исходного кода уже здесь. Вжух. И всё уже на гитхабе. Не нахуй. Итак. Далее. Дальше я вам хочу показать, как работать с гитхаб из Visual Studio. Давайте создадим новый проект. И вы здесь можете поставить create new git-репозиторий, что позволит создать локальный git-репозиторий. Работа с git Visual Studio производится через вот это окно Team Explorer. Если по каким-либо причинам оно у вас не отображается, то включите его через view либо меню Team. Нажав на домик, вы попадаете в главное окно управления. И подключением к удалённым репозиториям внесём какие-либо изменения в исходный код. И произведём фиксацию. После чего перейдём в меню Sync. И нам необходимо в разделе Publish to Remote Repository нажать кнопку Publish git-репозиторий и указать путь к репозиторию. Давайте создадим нового репозитория. Так, Visual Studio. Отлично. И нас интересует вот эта вот ссылка, этот URL, который мы добавим в это поле. Нажмём кнопку Publish и перейдём вновь в репозиторий. Как видите, наш исходный код уже добавился сюда. Мы его залили в GitHub-репозиторий из Visual Studio. И, как вы видели, это очень легко, очень просто и очень удобно таким образом работать. Также здесь есть некоторые настройки. можно управлять ветками. Можно открыть в File Explorer ваш проект. И вот здесь в Actions доступно View Actions. Здесь отображается вся история. И система контроля версий, даже если вы не планируете куда-то пушить, это очень удобная вещь, поскольку вы можете всегда откатиться к какой-то предыдущей версии. И это очень удобно. Представьте себе, у вас случился какой-то факап, и вы всегда можете к какому-то коммиту откатиться. Это очень удобно. Также я вам хочу продемонстрировать работу с Visual Studio Team Services. Предыдущее название Visual Studio Online. Поэтому вы можете открыть этот инструмент для командной разработки visualstudio.com visualstudio.com vso аутентифицироваться под своей учетной записью Microsoft Live ID. в команде работа в команде до пяти человек предоставляется бесплатно. Давайте, например, создадим новый проект. будет это mcap project 17.12.2016 выберем методологию agile и систему контроля версии гид просто я люблю гид. Создается сейчас пространство для работы команды. Visual Studio Team Services предоставляет вам не только локальное приватное хранилище и систему контроля версии для вашего исходного кода для всей команды, а также такие удобства как чат и storyboard. Перейдем в созданный проект. К примеру, мы можем нажать manage work и перейти в storyboard. Сюда можно добавлять те айтемы, которые вы планируете реализовывать в вашем проекте и если вы добавили всех участников проекта в это окружение, то все участники проекта будут видеть таски, которые созданы, а также согласно методологии Scrum. Это является аналогом таскборда, где есть колонки to do, все задачи, которые планируются реализовать, также колонка in progress и колонка может быть done, куда перевешиваются выполненные таски. Из колонки to do разработчик берет какой-то таск, который он считает, что он действительно сможет выполнить, и он ему по силам перетаскивает в колонку in progress, подписывает ее, что он взял на себя этот таск и выполняет этот таск. Таким образом, вся команда видит, кто чем конкретно занимается, какие задачи еще не решены, какие находятся в процессе, и кто их выполняет, а также те задачи, которые уже являются решенными. Например, колонка to verify, некоторые команды делают сюда, добавляют в колонку код review. Таким образом, тот человек, который выполняет код review, может проверять код и указывать, что код review был пройден, только после этого переносить в колонку выполненное. У нас здесь на storyboard тоже есть такая возможность, то есть, можно создавать таски. К примеру, у нас есть задачи нашего заказчика создать 7 перпендикулярных красных линий, 2 из них зеленым цветом, 3 прозрачным и 1 форме котенка. создадим задачу 7 перпендикулярных красных линий, 2 из них зеленым, 3 прозрачным цветом и 1 форме котенка. и к примеру, я берусь за задачу 7 перпендикулярных красных линий, я знаю, что я выполнил этот таск, я умею делать перпендикулярные красные линии и уверен, что выполню с этим количеством 7, перетаскиваю в меню, в колонку in progress и она автоматически эта задача подписывается мной, то, что я взял этот таск и буду его выполнять. Также можно добавлять других участников команды, давайте перейдем на дашборд. С дашбортом можно также добавлять, например, какие-то баги или очень большие задачи эпик, которые необходимо разбивать на множество маленьких юзер стори. Мы на дашборде видим, что сейчас таск 7 перпендикулярных красных линий находится в активных и задача находится в процессе решения. Мы всегда можем перейти в backlog и просмотреть, какие таски у нас сейчас и в каких они находятся в состояниях. Так, давайте перейдем вот сюда и в dashboard перейдем в dashboard видите меню team members мы можем добавлять членов команды через это меню. Можем несколько добавлять. так и давайте сейчас эмулируем заход в это пространство в это рабочее пространство второго участника команды разработки зайдем на visualstudio.com slash vso аутентифицируемся под этим пользователем которому мы добавили в команду заход на передачу и для в Да, я выбираю гид Также я могу создать Новое пространство для проекта Создадим новое пространство для проекта Для второго пользователя, которого мы добавили Также тем временем хочу вам показать Что есть возможность не только работать со storyboard Но и работа совместная над кодом Также добавление обсуждений кода Может быть код review И вот таким образом добавляется участник в команду InvitedFriend Так, давайте сейчас Добавим код в репозиторий Тот код, над которым работает команда Мы можем стандартными нашими методами Проинициализировать Репозиторий А также Посмотреть статус отслеживаемых исходных файлов И добавить их в отслеживаемые Проверим статус Да, они находятся в отслеживаемых И произведем фиксацию После чего добавим удаленные репозитории И выполним пуш Мне предлагают идентифицироваться Логин То есть это может быть Элес Ваш псевдоним Более сокращенный И также введем Пароль И выполнилась команда push Обновим окно И наш исходный код Уже находится Здесь На Приватном репозитории Visual Studio Team Services Которому Имеет доступ вся наша команда Также имеет доступ к storyboard Где расписаны все задачи И видно кто их выполняет Есть меню rooms И здесь отображаются проекты Допустим у меня несколько проектов И там разные команды И я могу общаться с той или иной командой Что очень удобно Ну например вот здесь вот с командой 3 И вот мы общались Чат Чат всегда сохраняется Также можно просмотреть Сам другой проект Посмотреть То есть у нас для другого проекта Находят Здесь другой репозиторий И другие исходные коды Можно посмотреть Историю И коммиты История Ну что ж Сегодня мы научились Отправлять Файлы исходного кода На GitHub С средствами Microsoft Visual Studio А также С средствами консоли Через GitBash И научились Использовать Приватный репозиторий Visual Studio Team Services Или Visual Studio Online Старое название Использовать Storyboard Для совместной работы И Также Использовать Приватный репозиторий Storyboard Посмотрели Что у нас Для каждой команды Может быть Своя комната Где Командный чат Это Профессиональный Инструмент Для командной работы Который поддерживает Все современные Методологии Разработки Программного Обеспечения Ну что ж Пожалуй На этом все Если есть вопросы Можете писать Их в чат Приватный репозиторий Ну если вопросов нету То до новых встреч Увидимся на следующих Наших стримах Вам всего доброго И хорошего вечера Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому